Обеспечить жителей сел качественной питьевой водой одна из приоритетных задач. В Кустанайской области в рамках государственной программы в населенных пунктах появляются централизованные водоснабжения. Питьевую воду проводят в каждый дом. На днях водопровод запустили в Новонежинском сельском округе Аули-Кольского района. О событии, которое для сельчан стало поистине историческим, расскажут мои коллеги. Городской комфорт в сельской местности. Теперь жители Новонежинки Аули-Кольского района обеспечены качественной питьевой водой. Раньше они носили воду из колодца, сегодня вода подведена в дом каждого жителя. Всего в сельском округе более 50 домов. Из них к централизованному водоснабжению подключены около 300. Мы уже в течение трех месяцев получаем воду чистую, стабильную и горячую, холодную воду, как положено. Напор очень хороший. Качество воды два раза в год проверяется соответствующими органами. В принципе, претензий к качеству воды нет. На строительство данного объекта было потрачено 800 миллионов тенге. По словам Акима сельского округа, работа выполнена качественно и в сроки. Насосную станцию сдали в эксплуатацию в конце ноября. Расход воды в день составляет около 50 кубов. Все социальные объекты, такие как школа, детский сад и больница, обеспечены пищевой водой. Было ещё подано 48 заявок. К их участкам водораспределительные сети подведены. Весной подключим. Пока погодные условия не позволяют провести данные работы. Насосная станция второго подъёма работает в штатном режиме. Сюда поступает вода с первого подъёма. Она наполняет сразу два резервуара по 250 кубов. Насосы откачивают воду уже в водонапорную башню, после в распределительные сети. Весь этот сложный процесс автоматизирован. Тем не менее, на станции круглосуточно ведут дежурство два сотрудника, которые следят за исправностью приборов. Это особо охраняемый объект, потому что закрытый объект здесь. И также у нас на насосной станции первого подъёма тоже она полностью закрыта. Закрыта забором огоражнена, где находятся насосы первого подъёма. Здесь, как я раньше отметил, насосная станция второго подъёма, откуда подается населённый пункт вода. Здесь 9 каждого насоса, 172,8 кубов в час, каждый насос. Там у нас получается три насоса стоят на скважине. Две рабочие, одна резервная получается. Насос станция первого подъёма. При возникновении аварийных ситуаций здесь предусмотрено всё. К примеру, заменить тяжёлое оборудование поможет таль. Подвесное, грузоподъёмное устройство. Таль, в которой можно менять насос, включаем этот таль. Если насос надо заменить, если какая-то поломка, чтобы насос можно снять, заменить. Насос же тяжёлый, и поэтому человек может талькой приподнять насос. В ручном режиме работает насос. Это можно проверить через кнопку, и человек может поменять насос. Здесь достаточно двух человек, чтобы поменять насос в случае поломки, в случае аварии. Работа по обеспечению жителей сёл централизированным водоснабжением будет продолжена. Соответствующее финансирование выделят из областного и местного бюджета. К тому же развивать районные центры и сёла помогает государственная программа АОЛ Ельбесыгэ, целью которой является улучшение качества жизни сельчан за счёт модернизации инфраструктуры. Айдана Папанина, Олжас Есенчигитов, телеканал Костанай.